Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! Июль 2. Святитель, очи, митрополит Киевский Сия-Руси, был родом грех из Пелопонесского города Мониамвасии, Мальвазии. Еще в отроческие годы он поступил в монастырь и был постриженником старца Акакия, великого подвижника впоследствии митрополита Мониамвасийского. В 1408 году, когда Фотий находился в Константинополе у патриарха с поручением от митрополита, стал вопрос о замещении русской кафедры после кончины святителя Киприяна в 1406, память 16 сентября. Выбор патриарха Матфея в 1397-1410 г. Пал на Фотия, известного своей учености и святостью жизни. 1 сентября 1408 года святитель Фотий поставлен в митрополита и через год прибыл на Русь. Полгода он провел в Киеве, сентябрь 1409-февраль 1410, занимаясь устроением дел южной епархии русской церкви, входившей тогда в состав княжества литовского, а точнее, как его называли «литовского» и «русского». Святитель видел, что престол митрополита, духовное средоточие церковной жизни Руси, не может находиться в киевской земле, все более подпадавшей в зависимость от католической Польши. По примеру прежних русских митрополитов, перенесших свое местопребывание сначала во Владимира, затем в Москву, митрополит Фотий в день Святой Пасхи 1410 г. прибыл в Москву. 22 года подвязался святитель в многотрудном служении предстоятеля Русской Церкви. В тяжелых условиях воин, междоусобных браний, грабительских набегов татар, он сумел высоко поднять духовное значение, материальную обеспеченность и благолепие храмов Московской кафедры. Благосостояние Церкви позволяло святителю Фотию оказывать большую помощь оскудевшему константинопольскому патриархату, укреплять международные значения Русской Православной Церкви и Русского государства. Враги Православия не раз пытались воспрепятствовать церковно-патриотическому служению Фотии. Весной 1410 г., когда Святой Фотий прибыл из Москвы Владимир, хан Едыгей, разоривший за два года до того русскую землю, предпринял новый поход с целью захвата в плен самого митрополита. Татарские отряды во главе с стареющим табличой и сгоном внезапно и быстро взяли Владимир. Но Бог сохранил праведника накануне, не подозревая об опасности, и святитель выехал в загорный Святоозерский монастырь. Когда татары устремились в погоне, он укрылся в небольшом селении, окруженном непроходимыми болотами на реке Сенге. Не сумел захватить митрополита, а злобные татары предали разграблению Владимир и особенно Успенский кафедральный собор. Ключарь собора Патрики претерпел страшные пытки и принял мученическую кончину от грабителей татар, но не открыл места, где спрятал церковные святыни и сокровища. Старанием святого митрополита Фотия было восстановлено молитвенно-каноническое единство русской церкви. Отдельная литовская митрополия, учрежденная по настояниям князя Витовта для южно-западных русских православных епархий, в 1420 году была упразднена. Святитель в том же году посетил возвращенные епархии и приветствовал паслу обширным учительным посланием. Мудрый и высокообразованный пастор оставил много поучений и посланий. Большое богословское значение имели его обличения на возникшую в Пскове еще до его правления ересь трегольников. Усилиями мудрого святителя ересь прекратилась в 1427 году. Важными церковно-историческими источниками являются составленные святым Фотием чин избрания и поставления епископов в 1423 г., получение важности священного сана и обязанностей для священнослужителей, а также духовное завещание, в котором повествуется о его жизни. Великим делом святителя было также составление под его руководством общерусского летописного свода около 1423 года. 20 апреля 1430 года святой архипастырь был освящен ангелом о предстоящей кончине и мирно посила Господи в указанный ему срок в праздник положения Ризы Богородицы 2 июля 1431 года. Мощи его были обретены в 1471 году. В вооруженной палате Московского Кремля хранятся два сакка нашего святого митрополита Фотием. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok